Юлия с детства обожала собак и часто вспоминала овчарку, своих родителей. Съехав от родителей, девушка сняла квартиру в спокойном районе с хорошими соседями и устроилась на работу, бухгалтером. Через некоторое время Юлия решила взять из приюта собаку, о которой она давно мечтала. Обойдя несколько приютов для животных, девушка наконец нашла, как ей казалось, идеальный вариант подрастающего щенка-овчарки, который смотрел на нее умными и немного грустными глазами, будто умоляя забрать его себе домой. Оставив все сомнения, довольная Юля забрала с собой питомца по кличке Бронкс. Пес быстро освоился в небольшой квартире новой хозяйки и чувствовал себя здесь, как дома. Юля также сильно привязалась к ласковой и игривой собаке. И все же девушка сильно удивилась, когда однажды утром обнаружила Бронкса спящим рядом с ней в кровати. Конечно, Юля согнала питомца со своего спального места, вот только следующие несколько дней повторялось то же самое. Проснувшись утром, девушка обнаружила, что пес спал рядом с ней. Как бы девушка не старалась объяснить животному, что его место на пушистом коврике у порога, ситуация не менялась. А ударить питомца, чтобы отучить его от столь дурной привычки, у хозяйки не хватало духа. Юля сильно привязалась к своему новому мохнатому. Другую в итоге смирилась с его странной, но такой, милой привычкой. Все шло хорошо, а новые заботы, которые появились, у девушки по уходу за лохматым питомцем, были ей только, в радость. Вот только через пару недель Юля начала замечать, что, она стала просыпаться совершенно обессиленной, никак не, могла сползти с кровати. Хотя всю свою жизнь девушка, легко вставала даже без будильника. Сначала Юля не обращала на это внимание, решив, что, дело в монотонной рутиной работе, которая, честно говоря, не вызывала у нее большого энтузиазма. Но с течением времени самочувствие девушки все ухудшалось, а противная слабость стала ее постоянным спутником. Поэтому Юля решила выделить время, и сходить к врачу. Доктор осмотрел девушку, назначил ей несколько анализов. Вот только медицинские исследования ничего особенного. Не выявили, что позволяло бы поставить определенный диагноз. Расстроенная Юля рассказала врачу о своем питомце, который, с недавнего времени взял привычку спать в одной кровати рядом с ней. Тогда доктор, недолго думая, пришел к выводу, что у девушки аллергии на собачью шерсть, и назначил ей несколько препаратов для подавления аллергических реакций, а также посоветовал свести до минимума контакты с животным. По возвращению домой, обеспокоенная Юля последовала совету. Специалиста начала пить таблетки и постаралась настойчиво объяснить Бронксу, что его место на коврике, у двери. Через пару дней девушка почувствовала небольшое облегчение, а собака послушно спала в коридоре. Поэтому довольная Юля решила, что врач оказался прав. Осталось лишь довести курс препарата до конца, и можно вновь радоваться жизни. Через какое-то время Юля выпила все купленные лекарства, но упрямый Бронкс все-таки иногда забирался ночью на кровать. Кроме того, сама Юля не только окончательно не выздоровела слабость, вялость и апатия вернулись. К ней с новой силой превратили жизнь бедняжки в настоящий кошмар. Расстроенная девушка не знала, что ей теперь делать, кому обращаться за помощью. Бронкс был таким же активным и жизнерадостным, как и в тот момент, когда она забрала животное из питомника и приютила у себя дома. Поэтому Юля пришла к выводу, что дело не в нем. Вот только, жизнь Юли, несмотря даже на довольного питомца у ее ног, стала по-настоящему невыносимой. Девушке даже пришлось взять на работе отпуск за свой счет, так как мысли постоянно путались в ее голове, и она никак не могла сосредоточиться на своих обязанностях. Когда Юля уже совершенно отчаялась и с ужасом думала, что у нее может быть смертельная болезнь, к ней в гости зашел, приятель, который работал ветеринаром. Увидев печальное состояние хозяйки, узнав, что все, это началось после приобретения Бронкса, знакомой настойчиво, посоветовал Юле привезти собаку в его ветеринарную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие у него подозрения. Ситуация девушки была безвыходной, поэтому ей пришлось последовать совету ветеринара. Однако при внешнем осмотре Бронкса ничего не удалось обнаружить, поэтому у пса взяли несколько редких и довольно дорогих анализов, результатов которых пришлось ждать целую неделю. Эта неделя показалась ослабшей до невозможности Юли настоящим. Адам, а когда наконец раздался звонок от знакомого ветеринара, она сразу же взяла трубку. Мужчина взволнованным голосом сообщил Юле, что, она подхватила от Бронкса очень редкую, чрезвычайно, опасную болезнь, которую невозможно выявить, не, проведя специальных исследований. Страшное заболевание редко передается от собак людям, а в случае с Юлей это случилось из-за постоянного близкого контакта с питомцем. Скорее всего в тот момент, когда они спали рядом. Ветеринар назначил для Юли и ее питомца срочный курс очень мощных антибиотиков, добавив при этом, что если бы девушка протянула еще немного, то все закончилось, бы для нее очень печально. При этом у самого Бронкса болезнь никак не проявлялась, он был лишь ее переносчиком. Юля сразу начала принимать лекарства, так же, как и ее питомец. Закончив курс, девушка почувствовала значительное облегчение, а результаты повторных анализов показали, что болезни больше не было. В тот день Юлия наконец вздохнула с облегчением, крепко обняв своего питомца, который ненароком чуть не погубил ее, а еще она позволила любимому питомцу засыпать рядышком с ней на ее большой мягкой кровати. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.